Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем курсе 100 фраз per month, ваш словарный запас. И сегодня первый урок из данного цикла, где мы с вами разберем статью из раздела в справочнике Харрисона по нефрологии. Статья называется Urinary Tract Infections and Interstitial Cystitis. Urinary Tract Infections – это инфекции мочевыводящих путей, дословно тракта. Urinary Tract Infections. Итак, сегодня у нас с вами первые три фразы. Они будут из раздела Definitions. Definitions – это определение. Определение каким-либо понятием или термином. Прежде чем мы начнем, я скажу вам, что зеленым в этих текстах я подчеркиваю глаголы, и слова от них образованы, а желтым цветом все, что следует запомнить. Итак, the term Urinary Tract Infection encompasses, обратите внимание, здесь есть транскрипция, глагола Encompass a variety of clinical entities. Термин инфекция мочевыводящих путей включает целый ряд, целый ряд, дословно клинических единиц, но мы можем сказать заболеваний или отдельных заболеваний. То есть, когда вы хотите сказать, что какой-то более широкий термин объединяет в себе несколько отдельных заболеваний, вы используете вот эту фразу. The term – термин, данный термин – encompasses, включает, вмещает в себе a variety of clinical entities – ряд отдельных заболеваний. И дальше они у нас перечисляются. Cystitis – это цистит, в скобочках расшифровка, Symptomatic disease of the bladder, то есть заболевания, которые, заболевания мочевого пузыря, которые проявляются определенными воспалительными симптомами. Symptomatic disease of the bladder. Bladder – это мочевой пузырь. Обратите внимание, что перед названиями органов мы ставим определенный артикль «да». Пайлонефрайтис. Пайлонефрайтис. И в скобочках опять у нас с вами symptomatic disease of the kidney. Здесь у нас уже заболевания, которые проявляются симптомами, заболевания со стороны почки. The kidney. Kidney – это почка. Простатитис – это простата или предстательная железа. Везде у нас стоят артикли. The bladder, the kidney, the prostate. And asymptomatic bacteria urea. Or ABU. Когда что-то, сокращение какое-то дается в скобочках, можно сказать просто или, or, и по буковкам мы произносим. A, B, U. И бессимптомная бактериуре. И сразу смотрите, у нас здесь есть два антонима, противоположных по значению слова. Symptomatic и asymptomatic. Это было первое предложение. Посмотрите еще раз. И запомните, что когда мы хотим сказать, что более широкий термин включает в себя несколько других заболеваний или понятий, то мы используем вот эту фразу. The term encompasses a variety of clinical entities. Дальше. Uncomplicated UTI refers to. Uncomplicated – это неосложненная инфекция мочеводящих путей и дословно относится к чему-то. Либо мы можем перевести наоборот. К неосложненной инфекции относится Acute disease – это острое заболевание. In non-pregnant – это не беременные. Соответственно, антоним у вас будет pregnant – беременные. Outpatient – это амбулаторные пациенты. А антоним – стационарные, госпитализированные – это будет inpatient. Outpatient – outpatient, inpatient – women. Without, without, без anatomic abnormalities. Anatomic abnormalities – без каких-либо анатомических нарушений, изменений, дословно ненормальностей, abnormalities, или, or, instrumentation of the urinary tract. Instrumentation – здесь подразумеваются какие-то инструментальные процедуры в области мочеводящих путей. Например, sister scope. Sister scope. И это у нас было uncomplicated – неосложненное, а противоположное по значению слова – это complicated. Complicated UTI refers to – опять повторяется этот глагол – относится к чему-то – all other types of UTI. Все другие типы инфекций мочеводящих путей. All other types of UTI. И обратите внимание, что предлог of в речи слитной произносится чаще как эва. И старайтесь запоминать глаголы с предлогами, которые следуют после них, потому что часто именно в таком сочетании они используются. Итак, мы разобрали два предложения, и у нас осталось третье. На сегодня последнее, и оно будет из раздела эпидемиология. UTI occurs far more commonly. Occurs – тоже очень частотный глагол. Встречается, возникает, случается. И обратите внимание, везде у нас есть окончание – потому что UTI можно заменить здесь местоимением it, эту. Far more commonly – это гораздо более часто. Far more commonly – гораздо более часто. In females – это слово-синоним для слова women – женщины. In females – than in males. Males – это слово-синоним для мужчины – men. И чем сравнение – это у нас слово then. Then. Не забывайте про межзубное – the. Although obstruction from prosthetic hypertrophy. Obstruction – это обструкция. Однако, или хотя, although, обструкция из-за, или дословно от, гипертрофии простаты, prosthetic hypertrophy, causes men older than 50 years to have an incidence of UTI comparable to that among women of the same age. И здесь у нас есть очень интересный оборот. По-английски он называется каузативный. И один из глаголов, который принимает участие в таком обороте – это глагол to cause. Дословно вызывать, но здесь у нас имеется в виду, что заставляет, вынуждает, способствует чему-то. И дословно это будет так, что обструкция, вызванная гипертрофией простаты, заставляет мужчин старше 50 лет иметь заболеваемость и так далее. Но, конечно, мы так не скажем по-русски, мы скажем, однако, мужчины старше 50 лет имеют заболеваемость UTI, сравнимую с таковой у женщин того же возраста, из-за обструкции, вызванной гипертрофией простаты. Но этот оборот каузативный надо научиться видеть. Глагол cause, здесь у нас causes, опять-таки, почему? Потому что в простерии хайпертрофии мы можем заменить местоимением it, а causes – это у нас глагол в present simple. Кто не помнит, повторите эту тему, глаголы в present simple. И в этом случае требуется окончание S. Дальше следует кого-то или чего-то заставляет. И дальше делать что-то, то есть инфинитив с частичкой to. В данном случае иметь to have. И посмотрите, как мы пишем, как мы выражаем заболеваемость чего-либо. An incidence и предлог of. An incidence of UTI. Comparable to – это сравнимую с таковой. Можно было бы здесь взять синонимом такой оборот, как similar to. Similar to. Схожую. Similar to. That – это относится к слову incidence. Чтобы два раза не повторять incidence, мы говорим to that – к таковой среди женщин того же возраста. Of the same age. Итак, мы с вами разобрали три предложения. Два из раздела definitions. Одно из раздела epidemiology. И в следующих видео мы продолжим с вами разбирать данную статью. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...